Сейчас я предоставляю слово уважаемому представителю Армении, который представит обращение главы правительства. Госпожа заместитель председателя, ваше превосходительство, уважаемые делегаты, я имею честь представить видеообращение его превосходительства Никола Пашиняна, премьер-министра Республики Армения. В ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Господин председатель Генеральной Ассамблеи, ваше превосходительство, дамы и господа. В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину основания ООН, которая родилась из пепла Второй мировой войны. Мы помним о жертвах наших бабушек и дедушек, их страданиях во имя мира и будущего человечества. Сегодня впервые Генеральная Ассамблея ООН проводится в виртуальном формате. Как бы ни было неудобно и нежелательно, встреча в таком формате доказывает решимость человечества продолжать сотрудничество. Она демонстрирует нашу преданность и приверженность ООН и многостороннему сотрудничеству. Действительно, пандемия оказывает беспрецедентное воздействие на все аспекты жизни человека. Решение глобальных проблем требует подтверждения приверженности всех государств, эффективной многосторонности и международному сотрудничеству при центральной роли Организации Объединенных Наций. Мы высоко ценим главную роль ООН, в частности, Всемирной Организации Здравоохранения и ПРООН в глобальном реагировании на COVID-19. Мы благодарны всем нашим странам-партнерам, которые поддержали Армению, и со своей стороны мы расширили нашу долю помощи нашим друзьям. Эти коллективные усилия являются важным проявлением международной солидарности. В духе нашего коллективного обязательства никого не оставлять позади, мы разделяем убежденность в том, что справедливый доступ ко всем основным медицинским технологиям и продуктам для борьбы с вирусом является глобальным приоритетом. И никто, включая тех, кто живет в зонах конфликтов, не должен быть лишен или ограничен в доступе к средствам правовой защиты для смягчения последствий вируса COVID-19. Многичным образом, вакцины против COVID-19 являются глобальным общественным благом и должны быть доступны и приемлемы по цене для всех людей без какой-либо дискриминации. Хочу еще раз подчеркнуть безоговорочную поддержку Армении призыва генерального секретаря к глобальному прекращению огня и резолюции Совета Безопасности 2532 по COVID-19, требующей всеобщего и немедленного прекращения боевых действий во всех ситуациях. Дамы и господа, в то время как глобальные усилия направлены на то, чтобы справиться с COVID-19, мы стали свидетелем прискорбных попыток дестабилизировать мир и безопасность в нашем регионе. В июле этого года Азербайджан совершил еще один акт агрессии. Вооруженные силы Азербайджана начали военное наступление в приграничном Тавушском районе Армении. Поскольку Армения призвала к немедленной деэскалации и согласилась прекратить боевые действия, спустя несколько часов после их начала Азербайджан продолжает наносить удары по гражданскому населению и инфраструктуре, нападать на приграничные районы Армении, используя артиллерию, тяжелые вооружения, беспилотные летательные аппараты и крупные пехотные подразделения. Кроме того, азербайджанские власти также усилили свои военные угрозы, которые перешагнули все мыслимые границы цивилизованного мира. Министерство обороны Азербайджана даже угрошало нанести ракетный удар по атомной электростанции в Армении, что равносильно угрозе ядерного терроризма. Июльские бои разрушили миф о военном превосходстве Азербайджана и подтвердили очевидное отсутствие военного решения Нагорно-Карабахского конфликта. Азербайджанскому руководству давно пора признать этот факт и отказаться от применения силы и угрозы силой в контексте урегулирования конфликта. Армения подтверждает свою приверженность исключительно мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Право народа Нагорного Карабаха на самоопределение является основой мирного процесса, что признано международным сообществом и международными посредниками, в частности, сопредседателями Минской группы ОБСЕ. В силу этого права народ Нагорного Карабаха должен иметь возможность определить свой статус без ограничений. Для этого избранные ими органы власти должны иметь возможность участвовать в переговорах. Устремления и потребности людей, живущих в зоне конфликта, должны стать приоритетом повестки дня для переговоров. Обеспечение всесторонней безопасности народа Арцаха, подвергающегося экзистенциальным угрозам физической безопасности, является еще одним ключевым приоритетом для Армении. Свобода, демократия и уважение основных прав человека являются основными условиями, способствующими достижению прочного и всеобъемлющего урегулирования конфликта. Только законно избранные правительства могут искренне выражать интересы своего народа и идти к компромиссу. Власти Азербайджана последовательно используют конфликт для узаконивания своей длительной борьбы за власть. На протяжении десятилетий Армения и армяне были полезными врагами для руководства Азербайджана, чтобы оправдать низкий уровень жизни, отсутствие демократии и систематические нарушения прав человека в своей стране. Прекращение огня должно подкрепляться конкретными действиями на местах. Отказ от воинственной риторики и ненавистенческих высказываний, расширение присутствия наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения и границах, создание механизма расследования нарушения режима прекращения огня и установление прямых линий связи между командирами на местах – все это имеет важное значение. Дамы и господа, во время июльской эскалации призывы международного сообщества в основном касались соблюдения режима прекращения огня, обеспечения диалога и сдержанности. Однако Турция в значительной мере действует в соответствии со своей дестабилизирующей политикой и силового прогнозирования в других соседних регионах, включая Восточное Средиземноморье, Северную Африку и Ближний Восток, не жалеет усилий, чтобы подпитывать напряженность в Южном Кавказе, оказывая в одностороннем порядке поддержку Азербайджану и расширяя там военное присутствие, Турция подрывает усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе, а также усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по достижению этой цели. Турция непосредственно угрожает Армении и демонстрирует агрессивную военную позицию, проводя провокационные совместные военные учения с Азербайджаном в непосредственной близости от Армении и Нагорного Карабаха. Турция строит свою политику в нашем регионе на традициях родства, на эксплуатации конфликтов, на оправдании геноцида армян и на безнаказанности за это преступление. Турция представляет угрозу безопасности для Армении и региона. В этой связи Армения будет продолжать активно участвовать в региональных и международных усилиях по поддержанию мира и безопасности посредством диалога и сотрудничества. Ваше превосходительство! Несмотря на вызовы, с которыми мы столкнулись в этом году, Армения продолжает участвовать в международных операциях по поддержанию международного мира и безопасности. Армянские миротворцы, служащие в Ливане, Мали, Косово и Афганистане, внесли свой вклад в обеспечение там безопасности и стабильности. Мы готовы расширить свое участие в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН. Дамы и господа, Армения отдает приоритетное внимание эффективному выполнению повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 10 июля 2020 года Армения представила свой второй добровольный национальный обзор «Цели в области устойчивого развития». Тема политического форума высокого уровня этого года «Ускорение действий и преобразующий путь» прекрасно отражает национальные приоритеты и политику Армении. За последние два года, прошедшие со времени ненасильственной бархатной революции 1918 года, наше правительство, наделенное сильным народным мандатом, преисполнено решимости продвигаться вперед по пути амбициозных реформ для того, чтобы построить конкурентоспособное и инклюзивное демократическое общество с сильными институтами. Программа реформ охватывает все сферы общественной жизни и особое внимание уделяется правам человека, верховенству права, борьбе с коррупцией, независимой судебной системе и совершенствованию государственного управления. Мы стремимся к масштабному экономическому и социальному развитию и делаем ставку на высокие технологические, экологические и образовательные стандарты. На этой неделе наше правительство представило стратегию преобразования Армении до 2050 года с 16 мегацелями, основанную на смелом видении современности и прогресса. Дамы и господа, в связи с 75-й годовщиной Организации Объединенных Наций мы вынуждены признать многочисленные существующие проблемы, связанные с достоинством человека и правами человека. Как член Совета по правам человека Армения и далее будет вносить весомый вклад в международное сотрудничество в деле защиты и поощрения всех прав человека. Во внутренней политике и во внешней политике Армения подчеркивает важность поощрения равных прав и обеспечения активного участия женщин и молодежи в политической жизни. Защита прав женщин в конфликтных районах и их участие во всех стадиях урегулирования конфликта является критически важным. Практическое выполнение резолюции Совета Безопасности 1325 является одним из важных приоритетов нашего правительства. Предотвращение геноцида является непоколебимым приоритетом Армении. Как страна, пережившая его ужасы, мы несем моральную ответственность перед человечеством за сохранение памяти о жертвах геноцидов и за содействие усилиям международного сообщества по предотвращению повторения ужасных преступлений. Мы высоко оценим твердую международную поддержку, выраженную также в Совете по правам человека усилием Армении по продвижению эффективной международной превентивной повестки дня. Армения способствует созданию платформ для инклюзивного диалога между правительствами, парламентами, международными организациями, научными кругами и гражданским обществом. По вопросам повестки дня в области предупреждения геноцида, проводимый в Армении глобальный форум против преступлений и геноцида, стал одной из таких регулярных платформ для диалога. Ваше превосходительство! 75-летие Организации Объединенных Наций является подходящим поводом для того, чтобы вновь подтвердить прочность ее трех взаимосвязанных основ мира, развития и прав человека. Продолжающиеся конфликты, радикализм и нетерпимость, транснациональные и глобальные вызовы постоянно указывают на нашу коллективную уязвимость и взаимозависимость. Нам, как никогда, нужна эффективная многосторонняя система, и поэтому сильная и реформированная Организация Объединенных Наций для лучшего будущего мира и безопасности для грядущих поколений. Благодарю вас! От имени Генеральной Ассамблеи я хочу поблагодарить премьер-министра Республики Армения. Продолжение следует...